Итак, мы продолжаем ту тему, которую начали несколько уроков тому назад. То, что учит нас Робейну Ашер, что нужно сосредоточенно произнести «Шма-Исраэль», а тот, кто не сосредоточился, он даже никак не исполнил эту заповедь. «Шма-Исраэль» – что это такое? Это на самом деле пароль еврейского народа. Ведь давайте вспомним, когда рождается еврей, в субботу, первую субботу, приходят к его кровати маленькие дети и произносят «Шма-Исраэль», они его утешают. «Ты еще не еврей, потому что ты еще не вступил в права наследия, только на следующей неделе будет брит, обрезание». И отец скажет, держа тебя, «Шма-Исраэль, Ашем-Лукейну, Ашем-Ихад», и он скажет благодарность Творцу, что Творец – царь. Творец царствовал, Творец будет царствовать во веки веков. «Шма-Исраэль» – с этими словами оставляет еврей мир. Последние слова о евреи и первые слова, которые он слышит. Что это такое? Какой подарок дал нам Творец? И то, что чем больше мы углубляемся, тем больше мы понимаем, насколько мы не понимаем. Я обратил внимание, то, что написано в шелха на руки. То, что нужно иметь в виду, когда человек произносит «Эход», «Шма-Исраэль, Ашем-Лукейну, Ашем-Эход». Прежде всего, почему так народы мира боятся числа 13? А? Очень просто. Потому что числовое значение слова «Эход» – один, 13, «Алев» – один, «Хэт» – восемь, далее четыре – тринадцать. А, чертова дюжа! Это то, что они боятся. Потому что там, где проявляется власть одного, тот, кто на небе и на земле. А давайте сейчас посмотрим, как объясняют это эти три буквы шелха на рух. Алиф – это намек на верховную власть, на самого Творца. Алюфо шелюлам. Постичь самого Творца не может ни одно творение. Тем более мы – материальное творение. Алиф – один в своей непостижимости творец. Но дальше буква «Хэт» – это восемь, семь уровней небес и земля. И, наконец-то, далит четыре стороны света. Объясняет Гаон из Вильна. Несомненно, все, что мы учим в Торе – это имена Творца, через которые он раскрывается в мире. Если есть тот, кто имеет отношение к этим именам, для самого себя, мне не нужно мое имя. Я говорю «Я» – это то, что, когда Творец открывается с горы Синай, он говорит «Анухи» – первое слово. «Я» – тот, кто вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Объясняют наши мудрецы. «Анухи» – говорит Творец. «Я» – «Я» – как будто свою душу записал в Торе и дал тебе. Но это «Анухи» – «Алюфошелула» – объясняет Гаон из Вильна. «Мы можем постигать Творца через его Тору». «А что такое Тора?» – говорит Рош. Объясняет, что все имена Творца – это раскрытие этого четырехбуквенного имени Авая. Тот, кто дает существование миру каждое мгновение. Что мы должны иметь в виду, когда мы произносим во время чтения Шма Авая? Вместо этого мы говорим «Одни», то есть «Господин мира». Но мы добавляем еще «Тот, кто был, есть и будет». А что находится в времени или вне рамок времени? Объясняет это наши святые книги. Он – тот, кто сотворил мир. Он – тот, кто дает существование миру каждое мгновение. Тот, кто приведет мир к цели. Авая – тот, кто дает жизнь. Теперь о нем самом мы не можем, мы вообще не говорим. А только сказано «по моим действиям я называюсь». И это имена Творца. И через это мы связываемся с Творцом. Вся Тора – имена Творца. Мы сами – это имя Творца, которое даже заключено в нашем теле. Это то, что мы, надевая отфелин на голову и руку, мы пишем на себе имя Творца. Ремешками. Шин, потом далит и ют. Это особенное имя Творца, который установил границу миру. Дальше написано «восемь уровней». Семь уровней небес. И объясняет, продолжает Гаон. Также о престоле славы Творца мы не можем иметь представления. Ведь Барухшем, Мимекомо – благословен Творец из его места. Что у Творца есть место? Это вопрос, который мы должны задать. А, отвечают наши мудрецы, это не значит, что у Творца есть место в мире, но он является местом, в котором находится мир. Так, а что я говорю? Благословен слава Творца из его места. Это престол славы Творца, откуда идет управление всеми мирами, которые ниже. Восемь, семь уровней небес и земля. Но, казалось бы, хватит. Все он, который сотворил мир, тот, кто управляет миром, небом и землей. Но еще мы добавляем букву «далит». Четыре направления, которых распространяется, разбегается, рассеивается власть Творца. И что же делает еврей, который произносит эти шесть слов? Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. В этот момент он со всех четырех концов мира собирает это в одно место. Это он произносит эти слова. И буква «далит» – это распространение, разбегание. А буква «гей» – последняя буква четырехбуквенного имени Творца. Это его проявление в мире. Это его шхина. Это мы, его еврейский народ, через который проявляется его власть в мире. Так вот то, что я должен иметь в виду в этот момент. Через меня Творец проявляется в мире как царь. Какой подарок мы получили от Творца. Через нас проявляются его имена в мире. А написано так в одном месте Зора. Рая Меэмна – верный пастух Моширабейну. То, что он говорит, ради того, чтобы проявились имена Творца, сотворен мир. И с этого начинается великая книга Ария Кодыша Эцкаим. Как же эти имена проявляются? Они проявляются через Тору. Они реализуются через мир, который сотворил Творец. И он проявляется эти имена через нас, через его еврейский народ. Вы понимаете, какая у нас роль? Мы можем быть полными компаньонами Творца в проявлении его царской власти. И я хочу прочитать вам несколько рассказов на эту тему. Я в свое время начал собирать рассказы про Шма-Исраэль. Шесть слов. По узкой горной тропинке поднимается человек. В рюкзаке за плечом у него фляга с водой, пакет с десятью ломтиками хлеба и большая общая тетрадь для записи. На титульном листе тетради большими печатными буквами было выведено. Вопрос. Зачем ты поднимаешься утром с кровати? Этот вопрос задал ему несколько дней тому назад, а может быть, несколько недель, а может быть, несколько месяцев, один мудрец из старого города в Иерусалиме. Почти столь дней он искал ответ на этот вопрос, но не находил его. А сегодня он решил, что отыскать ответ на этот вопрос поможет ему поступок. Он поднимется в горы и покорит одну из высот. Но без ответа он не спустится вниз. Для себя он определил срок этой решительной акции. Шесть дней. На пять ему хватит еды, по ломтику хлеба утром и вечером, а шестой он будет голодать. Казалось бы, у него было все, о чем мог мечтать любой среднестатистический житель Земли. Прежде всего, у него были деньги, которые он заработал своим талантом и способностями. Он хоронил их в надежном месте в швейцарском банке. У него была семья, любимая жена, трое сыновей. Был красивый дом недалеко от моря, недалеко от города Натаний, который он построил по своему собственному проекту. У него была доля мудрости, ведь он изучал философию на факультете философии в Тель-Авивском университете. А у него еще была смехкалка и хватка, ведь его делам сопутствовала удача. И вдруг все дало трещину, вернее, лопнуло. Оказалось, достаточно услышать вопрос из шести слов «Зачем ты утром встаешь с кровати?» И лопнул весь его мир. Замечательный, разноцветный мыльный пузырь, который он так старательно выдувал все 35 лет своей блестящей жизни. Чтобы найти на него ответ, он сейчас идет в горы. У него была фабрика бриллиантов в Натании, и он умел с точностью определять стоимость бриллиантов на глаз. А тем более отличить фальшивку от настоящего. И сейчас он не даст себе сфальшивить. С этой горы он спустится только со своим ответом. Или не спустится вообще. Шесть слов вопроса требует ответа, который состоит из шести слов. Итак, зачем ты утром встаешь с кровати? Ну, предположим, для того, чтобы быть счастливым. Ну, во-первых, это только пять слов. А во-вторых, кто сказал, что несмотря на все успехи и в работе, и в семье, я действительно счастлив. Тогда нужно понять, что такое счастье. Если это только максимальное удовлетворение всех потребностей, тогда нет никакой разницы между кроликом, который нашел целый качан капусты, и мной. Хорошо. Счастье – это удовлетворение, наполненность, самореализация, связь. Связь с кем и чем? Ну, с людьми, с природой. Наконец, с небом. Связь с источником, с корнем. Ну, тогда это должна быть связь с родителями, с теми, кто меня породил, или, может быть, выше, связь с тем, кто вдунул мою душу в это тело. Но ведь связь с ним – это и есть жизнь, а я ищу ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Если он меня сотворил, то в этом мире я нахожусь для какой-то цели. Если я ее выполняю, это и есть счастье. Так зачем он послал мою душу в этот мир, чтобы я проспал 70 лет и, проснувшись, услышал вопрос, «Что ты здесь делал все это время?» Кажется, я начинаю улавливать нить. Только осталось определить, зачем он дал мне жизнь. А может быть, в этом и есть ответ. Жизнь – это связь с ним. Ведь осознать это – это уже что-то стоит. Связь – это постоянный диалог с ним. Каждым дыханием, каждым взглядом, каждым услышанным звуком, каждым произнесенным словом, даже каждым прикосновением. Какой великолепный дворец он мне подарил! Это мое тело! Ведь я никогда об этом не задумывался. Я могу жить в этом дворце бесплатно 70, а может, 80 лет, а есть те, которые доживают до 100? Если я это начинаю понимать, тогда я на правильном пути. Но все-таки зачем я здесь? Я. Что я имею в виду, когда я говорю «я»? Несомненно, это моя душа. Но что я делаю в этом великолепном дворце? Ведь я – моя душа. Они оттуда, откуда, с неба, то есть от него. Ведь то, что он вдумал, вдунул в мое тело, он от себя вдунул. Значит, я – частичка его самого. Но зачем он это сделал? Зачем он поместил меня в этот мир, границ? Он вышел на небольшую полянку. Неподалеку от высокого дуба протекал ручеек. Он опустился на землю и попил, жадно ловя губами прохладную воду. А в голове пронеслось. Смотри, как я пью. Может быть, в первый раз. Без руки, без сосуда. Нет, может быть, впервые после тридцатипятилетнего перерыва. Ведь материнское молоко я тоже пил без сосуда. Он сел, прислонился к дереву и закрыл глаза. Сейчас я, как все они, как это дерево, этот ручей, эта гора. Слишком много лет я мельтешил, основывал, пробивал, зарабатывал. Наконец пришло время услышать речь настоящего хозяина всего. Главное, сейчас не упустить это мгновение, не спугнуть тишину. Как-то давно я ее не слышал. Как видно, усталость взяла свое, и он задремал. Но уже через несколько минут проснулся от чего-то легкого прикосновения. Он, открыв глаза, огляделся. Вокруг не было ни души. Но это ощущение не прошло. Возле него кто-то был. Он внимательно оглядел дерево до верхушки, но там никого не обнаружил. И в то же время он ощущал на себе чей-то пронзительный взгляд. Широко открыв глаза, он посмотрел на небо. Оно было абсолютно прозрачным и чистым. Несколько белых облаков медленно плыли в сторону города. Когда тень от облака коснулась его лица, он услышал тихий звук. Прислушался. Оказалось, что этот звук издавал он сам. Этот звук – стон или тихий плач. И вдруг он услышал слова, которые произносят его губы. А-ба. 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 Что-то где-то там в глубине дрогнуло. А может, просто открылось. Прости. 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 Он не вытирал слез. Было легко и спокойно. Он нашел свой ответ. Но ни в какие слова его невозможно было вместить. Он ясно ощутил эту связь. Теперь он был не один. Вернее, он понял, что всегда он был с ним. Но только в этот момент, сейчас, он ощутил это всем своим существом. Сейчас он мог уже спускаться с горы, но не хотел спешить. Как не расплескать это драгоценное знание? Как сохранить эту связь? И вдруг он услышал, как губы его зашевелились, и он услышал слова. Шма, Исраэль, Ашем, Элокейну, Ашем, Эхуд. Да, слушай, Израэль, Ашем, Бог всесильный наш, Бог один. Он нашел свой ответ. И он состоял из шести слов. Сейчас он знал, зачем он встает утром с кровати. Для того, чтобы быть сыном Творца. Для того, чтобы быть свидетелем Творца. Для того, чтобы быть его компаньоном. Шма, Исраэль, Ашем, Элокейну, Ашем, Эхуд.